Здравствуйте! В эфире телеканала ОТС Новости в студии Светланы Шевченко. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прием к врачу и взрослые и дети. 30 тысяч пациентов в Зайльцовском районе ждут открытия новой поликлиники. Рабочие завершают строительство здания на улице Ереванская. Каковы возможности нового учреждения, расскажут мои коллеги. Площадь новой поликлиники 11 тысяч квадратных метров. Здесь будет функционировать взрослое и детское отделение. Специалисты почти завершили внутреннюю и внешнюю отделку, смонтировали коммуникации. Местные жители с нетерпением ждут открытия. Давно-давно ждем какой-то организации такой большой, чтобы можно было прийти на месте, все сделать с ребенком дела, полечить и продиагностировать. Все ждем. На этапе строительства я понимаю, что здесь будет реально огромное место, место, где все желания будут сбываться. Новый филиал поликлиники номер 27 будет обслуживать почти 30 тысяч жителей Зайльцовского района. Шестиэтажное здание рассчитано на 650 посещений в смену. Большая часть кабинетов уже готова к приему пациентов. Степень высокая очень готовность. Есть вопросы, которые сегодня необходимо решить по ливневой канализации, которая связана с мэригородом Новосибирском. Но со слов подрядчика совещание прошло. Я думаю, что сроки, поставленные на июнь месяц, они реальны. В ближайшее время власти обещают решить проблему транспортной доступности. Жители достаточно часто приходят с проблемой, что как мы будем добираться до суда. Потому что по факту от линейного жилмассива ходит только один троллейбус «Двойка». Необходимо обращаться к мэру. Сейчас подкрепим это еще сбором подписей. У нас достаточно большое количество уже от населения лежит. И будем смотреть возможность выделения уже действительно какого-то нового маршрута. В новом здании создадут рабочие места для 300 специалистов. Объект возводят в рамках народной программы партии «Единая Россия» и нацпроекта здравоохранения. Работы планируют завершить в июне этого года. Надежда Волгина, Борис Гладких, новости ОТС. В Новосибирск пришло тепло. Лед в акватории Аби начинает таять. Зимняя рыбалка может быть опасна. Лед посреди реки уже вскрылся. Аналогичная ситуация происходит вблизи острова Кораблик. Это сейчас самые опасные места на Аби. В остальных акваториях толщина льда пока превышает минимальные безопасные значения. На прошлой неделе спасатели проверили 158 мест, где любят собираться рыбаки. В этом году несчастных случаев на льду не было. Жильцы бараков в Первом Петропавловском переулке Новосибирска отказываются покидать свои аварийные коммуналки. По их словам, компенсации, которую предлагает будущий застройщик, не хватит, чтобы купить комнату, а на ипотеку у пенсионеров нет денег. Александр Сульдин увидел, в каких условиях живут новосибирцы. Эти женщины – собственники. Им принадлежат комнаты в коммуналках. В доме, который построили еще до Великой Отечественной в 1939 году. Тогда думали – временное жилье. Однако барак простоял 85 лет и сейчас пугает жильцов ветхими конструкциями и геометрическими формами. Видите, как все перекошено. Не, как сказать, не ровен час. Обвалится. Лилия Желобицкая и рада бы покинуть опасные квадратные метры. Даже борется за это уже 10 лет. Накопилась целая стопка обращений в разные ведомства, ответов, уведомлений. И самый главный вопрос – цена жилплощади, которую готов компенсировать застройщик. Уведомление, что моя жилплощадь независимой экспертизой оценена заочно. Никто не приходил, потому что я была в отъезде. Заочно они оценили в 650 тысяч мою комнату. Например, квадратный метр в студии на Петропавловской, это совсем рядом, стоит от 111 тысяч рублей. На компенсацию комнату не купишь, а на ипотеку денег у пенсионерки нет. Примерно в такой же ситуации оказались и соседи Лилии, которые ранее приватизировали комнаты в обоих бараках. Соседние еще в более плачевном состоянии. Ковер на полу, коллекция книг и вот даже фильмы на ВХС. Остатки мебельного гарнитура. Но уже давно спилены батареи. Полная разруха в комнатах. Этот дом потихоньку разбирают. Металл уж практически точно не осталось. Но есть квартира, в которой живут люди и которые стойко держат оборону. Разбор продолжался и когда съемочная группа УТС работала на месте. Давайте, вот это, с этим не надо. Это не металл? Конечно. Дома признали аварийными еще в 2013 году. Деревянные строения решили снести. На территории возвести дом. Тем, кто жил в бараках по социальному найму, жилье предоставила мэрия. Собственников квадратных метров обещал обеспечить застройщик. Сначала в этой многоэтажке, что за окном у Лилии. Однако потом зашла речь о денежных компенсациях. Сегодня мэрия Новосибирска судится с обитателями коммуналок. Подан иск об изъятии земельного участка из жилого помещения путем выкупа. Лилию Желобицкую пригласили на заседание, которое состоится завтра. Александр Сульдин, Андрей Дулепов, новости УТС. Быть на связи не только на земле, но и в подземке. Для новосибирцев мобильный интернет стал доступным даже в вагонах метро. Отправить электронное письмо, сделать заказ на маркетплейсе, записаться онлайн на прием к врачу. Пока едешь до своей станции, теперь возможно для абонентов МТС. Компания полностью обеспечила метро скоростным интернетом. Алена Кузина протестировала. Чтобы удержать аудиторию в 200 тысяч подписчиков, Василий Баранов ежедневно придумывает интересные посты и видео. Основное орудие блогера – телефон и интернет, который теперь ловит везде, даже в вагонах метро. МТС обеспечила своих абонентов высокоскоростным мобильным интернетом. Можно в течение 15-18 минут, смотря с какой станции ты едешь, например, на левый берег, то теперь ты это время можешь работать бесперебойно. Классно, что вот сейчас мы едем, допустим, от Гагаринской до почери Калинина. И сейчас могу продемонстрировать, как все ловится. Что все вкладки открываются, ничего не тупит, ничего не тормозит. Отправить электронное письмо, сделать заказ на маркетплейсе, записаться онлайн на прием к врачу, смотреть любимые каналы и оставаться на связи. Все это благодаря проекту по строительству сети 4G в тоннелях новосибирского метрополитена. Очень радуюсь, что сейчас можно пользоваться интернетом. Моя работа вся удаленная, в телефоне, ноутбуке. Поэтому сейчас я могу решать какие-то рабочие вопросы, вообще не отходя от кассы, пока еду с места на место. Еще прошлым летом мобильный интернет МТС был доступен для пассажиров Держинской линии. В начале этого года сеть появилась и на Ленинской. Консистентное покрытие – это когда у вас в процессе перемещения всегда есть доступ к мобильному интернету. Независимо от того, на дачу вы приехали за город, или вы в метро находитесь, или в аэропорту, или вы смотрите хоккейный матч любимой команды Сибири. 30 километров излучающего кабеля, а это в два раза больше, чем протяженность двух веток метро. Почти как от Новосибирска до Бердска. Чтобы не останавливать работу метрополитена, специалисты МТС трудились по ночам. Ведь движение поездов должно быть бесперебойным, как и мобильная связь. Мы здесь имеем очень большую долю и, скажем так, у нас, наверное, ну не наверное, а точно, мы лидеры по количеству абонентов. Нам крайне важно обеспечить высокоскоростной именно доступ в интернет, чтобы наши горожане новосибирцы смогли спокойно пользоваться. Алена Кузина, Антон Мамаев, Новости ОТС. Проверка авиадвигателей и суперкомпьютер для модели сердца. В Институте теплофизики сегодня рассказали о своих последних разработках. Екатерина Широких побывала в лабораториях и узнала, когда инновации увидят свет. Раскаленное пламя вздымается ввысь. Почти 1700 градусов горит метан. С помощью этой установки ученые проверяют стабильность процесса, как поведет себя огонь в турбине самолета. Мы можем включить электрическое поле, менять его интенсивность, можем приложить его с какой-то частотой этой поля и наблюдать, как меняется характер стабилизации. То есть в данный момент мы видим поднятое турбулентное метано-воздушное пламя. В лаборатории Института теплофизики моделируют камеры сгорания. Необходимый этап в разработке новых авиадвигателей. Пример здесь показана. Диагностика. Видите, тут лазером подсвечивается зеленый поток, в котором горит керосин. Мы исследуем процесс, когда пламя сносится. Видите, мы постепенно уменьшаем количество концентрации топлива. Смотрим, при каких условиях произойдет унос, чтобы пламя в двигателе в реальном не погасло. Участвуют сибирские ученые и в разработке двигателя сверхбольшой тяги помогает современное оборудование. В соседней лаборатории гордость Института суперкомпьютер «Орион» мощностью как 2500 умных машин. Один из проектов Института – создание специальной программы для кардиохирургов. Умеем автоматически восстанавливать геометрию сосуда и дальше мы умеем моделировать, как течет кровь. И это сейчас мы соединяем в один комплекс программ. Свежее КТ пациента загрузил в компьютер, с утра получил 100 сценариев, где делать зажим, где может что-то отвалиться, как нужно сосуд немножко порезать, видоизменить и так далее. Решают ученые проблемы энергетики, ищут способы модернизации новосибирских котельных. Это плазменная система воспламенения. Такой же аппарат сейчас стоит на ТЭЦ-3 и работает там в тестовом режиме. Устройство поджигает уголь с помощью электрических дуг. Эффект как при разряде молнии. Процесс экономичный и экологичный. Так уголь горит лучше, говорят эксперты. Да и не только он. Систему можно настроить для любого вида топлива. И вредных примесей в атмосферу выбрасывать котельные будут меньше. В институте теплофизики работают много молодых ученых. Их разработки поддерживают в правительстве области. Три субсидии по 6 миллионов рублей за последние два года получили лаборатории, получили ученые. Ну не ученые, а бизнес. Бизнес получает компенсацию своих затрат. 6 миллионов за два года даем мы, 6 миллионов привлекает бизнес. Таким образом мы как регион вкладываемся в самое эффективное для наукоемкого региона направление. Это создание разработок, которые будут приносить пользу экономике и развивать наш бизнес, которого у нас достаточно много. В этом году на поддержку молодых ученых региона из областного бюджета выделят больше 22 миллионов рублей. В правительстве сейчас прорабатывают также механизм выделения жилья для исследователей, чтобы привлечь в отрасль больше начинающих специалистов. Екатерина Широких, Валерий Павлов, Новость ОТС. Развеять мифы о Земле и Солнечной системе. Что видят космонавты? Можно ли бегать в невесомости? И как доказать, что Земля не плоская? Ответы на эти и другие вопросы в преддверии Дня российской науки искал Александр Ширудила. Маленький шарик в руке – наша родная планета. Студенты НГПУ вместе с Лектором Дмитрием Эпштейном пытаются вычислить приблизительное расстояние до Луны и узнать о том, как опровергнуть устойчивые заблуждения. Влияют ли на наше здоровье вспышки на Солнце, особенно когда они в другую сторону направлены? Это прям очень известный миф. Среди ученых и биологов, людей, связанных с космосом, астрономией и космонавтикой, колебания магнитного поля как-то на нас влияют. Но ведь многие люди ложились в магниторезонансный томограф, который создает очень мощные магнитные поля. И, как они утверждают, ничего кроме гудения и вибраций они не чувствовали. А вот эксперимент американских астронавтов, доказывающий возможность бега в невесомости. Но самая горячая тема, конечно, плоская земля. Студенты сами сталкиваются с этим мифом и необходимостью его опровержения. При работе, даже когда приходишь вновь в школу, дети задают вопрос. И очень тяжело им это доказать, потому что иногда бывает, даже когда родители в шутку над детьми подшучивают, и они очень сильно это в близких сердце воспринимают. Опровергнуть миф о плоской земле нам может помочь, например, лунное затмение. Возьмем книгу «Это земля. Я в данный момент луна». Солнечный свет проходит, отбрасывает на меня тень, и мы ее прекрасно видим, потому что если бы земля была плоской, то тень была бы вот такая. Это лишь один из множества способов проверить форму земли. Например, первые предположения о шаре появились благодаря путешественникам. Двигаясь с севера на юг, они увидели, что созвездия меняют положение на небе. Какие-то уходят за горизонт, а другие появляются с противоположной стороны. Об этом и не только. Сегодня рассказывают популяризаторы науки. Можно и своими глазами увидеть, как работают законы Вселенной. Астрономия — наука, которую нужно изучать. Мало того, что она очень плотно вошла в нашу жизнь везде, в виде технологий разных. Возникают вопросы. Да и явления небесные, в общем-то, случаются. К нашей большой радости достаточно часто. Вспышка сверхновой звезды. Вот сейчас как раз мы обсуждали новость в созвездии, в скоплении Девы происходит. Это периодически происходит. Какой-то метеорит летит, болит, люди наблюдают, спрашивают, что это, интересуются. В гости планетария задают вопросы о том, пустая ли Луна внутри, правда ли была космическая миссия Нила Армстронга и другие. Популяризаторы науки уверены, это самый правильный путь к познанию. Ведь если человек начал интересоваться и ищет ответы, значит, он обязательно разберется и уже сам сможет поделиться знаниями с другими. Александр Ширудила, Андрей Руднев, Новости ОТС. Новосибирским школьникам в рамках проекта «Знай наших» вручили тетради с биографиями известных новосибирцев. Проект приурочен к 65-летию Советского района и 130-летию города Новосибирска. Цель – познакомить горожан с выдающимися жителями области. Какие фамилии на страницах изданий, расскажет Юлия Алиханова. Евгений Мишалкин, Дмитрий Беляев, Валентин Коптюк. Партийный проект «Знай наших» включает в себя 80 героев, которые внесли огромный вклад в становление Новосибирского академгородка. Их именами названы клиники, улицы и переулки, учебные заведения и культурные памятники. В рамках народного проекта для старшеклассников подготовили тетради с биографиями выдающихся людей Новосибирской области, чтобы у школьников были примеры, на которые нужно ориентироваться. Я хотел бы огромное спасибо сказать всем, кто принимал к этому участие. Это, конечно, Наталья Ивановна Пинус, это Елизавета Лидер, ну и весь академгородок, потому что он сплотился, и родственники, и общественные организации. Мы все работали для того, чтобы осветить память этих 80 великих людей. Это и академики, это и деятели культуры и спорта, это и наши великие врачи. Проект «Знай наших» запустила партия «Справедливая Россия» в прошлом году. Жители советского района несколько месяцев собирали информацию о героях, а уже летом на Бердском шоссе появились первые баннеры, благодаря которым новосибирцы увидели портреты известных деятелей академгородка. Ну а выставка в Доме ученых позволила познакомиться с их биографиями. Этой весной авторы проекта планируют провести среди школьников конкурс «Эссе», который позволит погрузиться в жизнь выдающихся людей и подчеркнуть что-то для себя. Юлия Алиханова, Новости ОТС. В школе учат быть здоровыми. Чтобы добыть здоровье, надо преодолеть морской путь с шестью остановками. Острова супергероев, тайн внутреннего мира. Непростой квест прошли команды 168-й школы Новосибирска. В чем секрет хорошего самочувствия, узнала Наталья Цопина. Веселые старты дают начало и году семьи в 168-й школе. За победу бьются мамы, папы, дети. 12 команд, больше 70 человек. Победили в канате, конечно, суперское соревнование. Мы сюда шли за победой, это очень прикольно. Мы и умом поработали, поразмышляли, новую информацию для себя узнали. Дети все это увидели наглядно на тренажерах. Это просто потрясающе. Умом работают во время квеста «Морской путь здоровья». Семьи отправились в дальнее плавание. От острова внутреннего мира до острова Майдадыр – океан знаний. Что помогает сохранить здоровье сердца и в чем секрет сбалансированного питания. Третьеклассник Илья без ошибок отвечает на все вопросы. Спасибо, что 168-я школа, что семья согласилась провести субботний этот день. Вектор, который задал наш президент, год семьи. Мы сегодня с удовольствием приняли участие. Узнали много нового, проявили свои творческие способности, спортивные. Поэтому, мне кажется, это очень помогает нам всем в сплочении. На острове суперпомощи отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации. На вопросы викторины отвечают на острове тайн. О негативном влиянии вредных привычек на организм человека узнают на острове супергероев. Самое главное о сегодняшнем мероприятии уже сказали дети и родители. Это замечательное настроение, это интересная информация, это позитив, это сплочение семьи, это физические упражнения. Конечно, нам, медицинским работникам, очень приятно участвовать в таких замечательных мероприятиях. 168-я школа и региональный центр общественного здоровья и медпрофилактики регулярно проводят совместные мероприятия. Делятся важной информацией, причем подают интересно. Потому и выигрыши остается каждый. Наталья Цопина, ОТС. Не скучные уроки биологии. Куйбышевские учителя борются за право представлять район на областном конкурсе «Учитель года-24». Конкурсантам предстоит пройти несколько испытаний. На одном из них, открытом уроке, побывала моя коллега Оксана Тимошенко. Большая клумба из комнатных растений в центре школьного кабинета появилась не случайно. Цветы для юных биологов привезла учитель Горбуновской средней школы Зинаида Лобанова. На своем уроке она рассказывает шестиклассникам не только теорию. Дети закрепляют знания на практике. Как выяснилось, работать с землей и растениями – дело занятное. Мне очень понравилось, очень интересно. Мы никогда на практике так еще не делали. Поэтому это впервые, наверное, в школе. Очень интересно идет, прям интересно. Все это писать, все это вот так вот рыть, наполнять. Впервые в конкурсе профессионального мастерства Зинаида Лобанова участвовала 20 лет назад. Тогда она работала учителем начальных классов. Последние 9 лет преподает биологию в сельской школе. В свой предмет по-настоящему влюблена. Опытом решила поделиться с коллегами. Перед уроком в незнакомом классе, конечно, волновалась. Однако общий язык с детьми удалось найти быстро. Я довольна детьми, что дети поняли. С детьми я работаю уже второй урок. Поэтому мы уже друг друга немножко знаем. И поэтому мне было легче, потому что я видела знакомые и добрые лица. Учитывая, что учитель у нас из сельской местности, а наш класс очень большой, у нас городская школа, я не увидела каких-то замешательств. Учитель был готов. Каждую минутку дети заинтересованы. На одну минуту не отвлеклись от урока. И с благодарностью ушли с урока. Спасибо учителю. В этом году в конкурсе профессионального мастерства участвуют 27 педагогов из городских и сельских школ. Номинаций несколько. Классный руководитель – педагогический дебют для молодых учителей, чей стаж не превышает трех лет. Учитель и воспитатель года. Победители этих двух номинаций отправятся представлять район на региональном уровне. Этот конкурс для педагогов – это прежде всего такая эффективная школа их профессионального и личностного роста. Престиж нашей профессии поднимает. И для образовательного нашего пространства – это демонстрация лучших эффективных практик педагогической деятельности, которые позволяют добиваться высокого качества обучения и воспитания наших детей. Впереди у конкурсантов еще несколько испытательных дней. Итоги районного конкурса педагогического профессионального мастерства подведут после 20 февраля. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Смотрите наши программы на ОТС-ТВ. Еще больше новостей на гурсайте. Все о важных событиях на нашем телеканале. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Новосибирск. Здравствуйте. Прогноз на 7 февраля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 2,7 м в секунду. Влажность 66%. Температура ночью минус 4,6, а днем минус 1,3. В последующие два дня будет пасмурно. Временами небольшой снег. В четверг минус 3,5, а в пятницу 4,6 градусов ниже 0. С вами была Ольга Савельева. Оставайтесь на нашем канале. Новосибирск.